Вы смотрите программу День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о некоторых его темах. 11 семей из взорвавшегося дома получат другие квартиры. В ОКБ отметили Всемирный день борьбы с инсультом. И выпадет ли выходные снег, расскажем далее. Через несколько дней после взрыва в Рязанской многоэтажке беременная жительница этого дома родила мальчика. Как сообщили медики, роды прошли в плановом порядке и малыш родился здоровым. Несмотря на счастливое событие, молодые родители в полной мере радоваться ему не могут. Их квартира разрушена, вещей не осталось и что делать дальше они не знают. Далее Марина Комиссарова. Всеобщее горе, паника и отчаяние в семье Максима Коваленко смешалось с огромной радостью. Его супруга, 23-летняя Наталья, родила долгожданного первенца. Малыша назвали Александром. И пока девушка вместе с ним находится в перинатальном центре. Но уже сейчас в голове Максима только одна мысль. Куда вести жену с ребенком после того, как их выпишут? Уже в ближайший вторник. В пункте временного размещения на базе гостиницы «Учитель» созданы все необходимые условия для людей, оказавшихся в беде. Но семье с новорожденным младенцем будет непросто. Краком не умываюсь, бреюсь. Завтраку по возможности. То есть как бы завтрак предоставляется. И по делам. Душевая. Можно комфортно помыться, но с ребенком, конечно, это будет трудновато. Ребенок, я так понимаю, ездит каждые 2-3 часа. Это постоянно надо готовить, подогревать. Определенная температура должна быть у всего этого. Также купание, пеленки-распашанки, все это стирка. То есть тут как бы, значит, нет возможности для размещения с ребенком. В ту роковую ночь на 23 октября супруга Максима Натальи еще была беременна. Роды ожидались со дня на день. По словам Максима, это чудо, что им удалось выжить. Прогремел взрыв. Честно сказать, я его даже не услышал. Ну, как услышал, проснулся, перевернулся, продолжил спать. Проснулся, открыл глаза, вижу, посередине комнаты лежит дверь. Я понял, что что-то не так. Начал собирать все необходимые вещи. Максим с женой и мамой жили на 10 этаже в первом подъезде. Уже полтора года, втроем. Теперь их четверо, и в скором времени у них будет новое жилище. Уже составлен список адресов, среди которых жильцы разрушенных квартир смогут сделать выбор. Квартира, в которой жили Максим с мамой и женой, сейчас в жутком состоянии. Увидел квартиру, которую даже квартирой трудно назвать. Это просто стены и то, в которых все трещины. В подъезде, как выходишь из квартиры, смотришь вправо и видишь белый свет, потолок, который уже пошел по швам. Ребята потеряли все свое имущество, но, к счастью, жители города не остались равнодушными к беде. Вещи собрали добровольцы, это просто очень большое спасибо. Много вещей новых, то есть как бы все пригодны для использования. У меня нет слов, просто не знаю, как выразить благодарность. Максим, несмотря на растерянность и внезапно свалившиеся на его плечи проблемы, ощутимо счастлив. Его и семью впереди ожидают долгая счастливая жизнь. И все, чего он хочет на настоящий момент, чтобы им с женой и мамой поскорее предоставили жилище, где они начнут заново обустраивать свой быт. Сейчас единственное счастье – это малыш, как бы строить семью. Дерево посадили, малыша родили, вырастить осталось, ну и дом построить. Изорвавшиеся рязанской многоэтажки переселят 11 семей. Это жители семи разрушенных квартир и четырех, которые придется разобрать. Об этом сообщил зампредобластного правительства Алексей Тюменев. Также сегодня начались первые выплаты компенсации родственникам погибших. Жильцы второго подъезда дома номер 4 по первому осеннему переулку смогут вернуться в свои квартиры уже 28 октября. К такому решению пришла комиссия по предупреждению реквидации ЧАЭС при региональном правительстве. Предварительная оценка состояния дома с учетом данных экспертов подтвердила возможность безопасного проживания в подъезде номер 2. Из 50 квартир семьи заселятся лишь в 27. Некоторые решили перестраховаться и попросили сделать дополнительную экспертизу их жилищ. Остальные жители, я понимаю, их психологическое состояние, могут опасаться каких-то изменений, как им кажется. Если нужно дополнительные исследования, мы их обязательно проведем. Но опасности в нахождении второго подъезда нет. Поэтому с сегодняшнего дня жители там могут проживать. Что касается первого подъезда, то все квартиры будут законсервированы до окончания работ, которые должны будут завершиться до 15 декабря. Что касается выплат пострадавшим, то уже сегодня установленные суммы переводили на открытые счета жильцов этого дома. В настоящее время выплачены денежные средства гражданам, членам семьи погибших. Деньги уже ушли. Сегодня же у нас уйдут денежные средства. Это по возмещению вреда здоровью пятерым гражданам. И начинаем сегодня же после обеда отрабатывать уже выплаты по 100 тысяч. Возмещение вреда, причиненное имуществу первой необходимости. И по 50 тысяч, это когда частично вред имуществу первой необходимости. Неравнодушные к беде рязанцев добровольно собрали 700 тысяч рублей. Эти средства будут направлены на неотложные нужды пострадавших семей. Жизни пострадавших при взрыве бытового газа в жилом доме в Рязани находятся вне опасности. Люди получают всю необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщил министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий. У нас 4 пострадавших находятся в стационаре. Это два пациента у нас в больнице БСМП. Один подросток, 17 лет в детской областной больнице. И женщина находится здесь в больнице ОКБ. Состояние троих из них удовлетворительное. В женщине это состояние средней тяжести. Двое из них могут по клиническим показаниям быть уже в принципе выписаны. Но мы, учитывая определенную психологическую нагрузку на данных пациентов, конечно, будем их еще некоторое время наблюдать. Также министр региона по здравоохранению прокомментировал увольнение медицинских работников. Дежурный врач и медсестра БСМП были уволены после служебной проверки. Ее поручил провести губернатор Рязанской области Олег Ковалев после жалоб пациентов на нечуткое отношение медперсонала. Есть такое понятие геонтологии. Что-то не так было сказано, что-то где-то. Естественно, любой врач должен взвешивать свое каждое слово, особенно в этой ситуации, когда с тем поступающим пациентом произошла такая, в общем-то, скажем так, форс-мажорная ситуация. Подробности, что именно медики сделали не так, не разглашаются. Известно, что когда губернатор Олег Ковалев навещал двоих пострадавших от взрыва в БСМП, в какой-то момент к нему подошел кто-то из родственников пациентов и пожаловался на медперсонал. К другим темам. Ежегодно 29 октября во всем мире отвечается День борьбы с инсультом. В преддверии этой даты сегодня в областной клинической больнице прошла акция «Скажи инсульту нет». Специалисты отмечают, что ежегодно в мире фиксируется 17 миллионов случаев инсульта. Именно поэтому врачи не только привлекают внимание к этой актуальной проблеме, но и рассказывают рязанцам о первых признаках болезни и действиях при их обнаружении. Сегодня горожан принимали в поликлинике, расположенной на территории областной клинической больницы в два этапа. С утра рязанцы на голодный желудок могли пройти ряд исследований для профилактики инсульта, а затем до двух часов дня можно было посетить лекции с подробным описанием заболевания. Доктора рассказывали людям о типах инсульта, причинах его возникновения, подробно описывали правильные действия граждан при обнаружении признаков инсульта у себя или окружающих людей. Односторонняя слабость в руке и ноге на одной стороне, или только в руке, или только в ноге, как правило, на фоне повышенного давления. А не менее тела, с одной стороны, которое может сопровождаться тоже слабостью. Изменение речи, то есть когда речь стала у человека невнятной, или человек вообще перестал говорить, или он не понимает окружающих. Внезапно возникшая сильнейшая головная боль с тошнотой и рвотой, нарушение сознания, нарушение глотания и иногда очень сильное головокружение, которое сопровождается нарушением координации. В этом случае человек не может сидеть, стоять, поддерживать себя в вертикальном положении. Любой из этих симптомов в сочетании или по отдельности является причиной для того, чтобы сразу вызвать скорую помощь. Иногда докторам удается очень удачно локализовать проблему, которая привела к инсульту. При ишемическом инсульте мы в первые 4,5 часа от начала заболевания, то есть от появления самых первых симптомов, можем провести тромбоэлитическую терапию. То есть с помощью специального препарата, который вводится по определенным показаниям, попытаться восстановить проходимость сосуда, восстановить в нем кровоток. И таким образом, если тромбоэлитис эффективен, то у человека симптоматика либо исчезает, либо очень сильно уменьшается. Ишемический один из видов инсульта. При нем крупный или среднего калибра сосуд мозга закрывается тромбом. Затем происходит выключение определенного участка мозга из-за прекращения его кровоснабжения. С такой катастрофой каждую минуту сталкивается один россиянин. Другой вид инсульта геморрагический – это разрыв сосуда, обычно связанный с повышенным давлением. Но бывает и врожденная аномалия развития сосудов. В этом случае пострадать могут и взрослые, и дети. После разрыва сосуда происходит кровоизлияние в мозг. Для профилактики и предотвращения любого инсульта нужно знать состояние своего здоровья и корректировать его. Некоторым приходится всю жизнь ежедневно принимать препараты, понижающие давление или разжижающие кровь. Но это того стоит. Врачи советуют отказаться от курения и крупных доз алкоголя, следить за холестерином в крови и не пренебрегать физическим нагрузкам. Чтобы подобрать методику поддержания здоровья, нужно пройти ряд тестов. Это и сделали сегодня рязанцы. Сегодня бесплатный забор анализов. И плюс еще посещение кабинета для проверки сосудов головного мозга, шеи. Мы поэтому сюда появились, чтобы тоже сделать анализ, от инсульта убежать. Кровь сдам на холестерин, чтобы знать. Уровень глюкозы и холестерина в крови, артериальное давление, индекс массы тела и УЗИ сосудов шеи. Результаты сразу. Затем консультация доктора с разработкой плана действий или лечения. За этим со всего города собрались люди, которые сделали один из шагов по предотвращению заболевания. Это может сделать каждый в Центре здоровья при ОКБ или в своей поликлинике. В Москве и других городах Центральной России второй день идет снег. Осадки и порывистый ветер ждали и в Рязани, но конец недели, несмотря на прогнозы, выдался солнечным и сухим. Сбудутся ли снежные предсказания синоптиков выходные, знает Наталья Новикова. Поздняя осень более двух недель баловала жителей нашего региона сухой погодой. Но всему приходит конец. И несмотря на то, что до календарной зимы еще долго, в ближайшие дни она даст о себе знать. Так что готовимся к снегу. В затяжной период антициклональной погоды подходит к концу. Мощный дропосферный гребень, определявший сухую погоду, медленно ослабевая, смещается за Урал, а ему на смену с северо-запада приходит циклон, а значит характер погоды меняется. В выходные дни в зоне атмосферных фронтов этого циклона пройдут осадки от небольших до умеренных в виде снега, мокрого снега. В отдельных районах области ожидается гололед на липании мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер местами усилится до 12-17 метров в секунду. Преобладаешь температуру воздуха ночью 0-5 градусов, днем минус 2, плюс 3. В начале новой рабочей недели местами сохранятся небольшие осадки, а температурный фон существенно не изменится. Так что берегите себя, одевайтесь теплее, а если являетесь автомобилистами, не откладывайте замену летних шин на зимние. Гололедица станет частым гостем на дорогах. В Рязанском политехническом институте 26 октября прошла конференция «Строительство, передовые технологии и инновации». В этот же день в рамках конференции состоялось открытие новой профильной кафедры ВУЗа на базе завода ЖБИ-3. Конференция была посвящена вопросам внедрения инновационных технологий в строительный сектор экономики, формированию направлений подготовки кадров в этой сфере, новым разработкам в строительстве, которые сегодня активно применяются и на рязанских предприятиях. Очень много предприятий с такими новыми технологиями у нас вошли. Это предприятия группы компаний «Технониколь», это цементный завод, применяющий сухой способ производства, это стекольный завод, который применяет намотехнологии, это магнитронное распыление тонких пленок, и при этом получает низкомиссионное энергоизбережающее стекло, которое сохраняет почти 15% тепла в здании. Поэтому мы очень рады, что такие конференции проходят, потому что нужно обмениваться идеями, и они позволяют уже новые технологии внедрять в существующие производства. В конференции приняли участие ученые из Москвы и Рязани, представители образовательных учреждений, научно-исследовательских институтов, государственных и общественных организаций, преподаватели и студенты ВУЗа. Итогом конференции стала выработка рекомендаций и обращения к руководителю строительного комплекса Рязанской области для использования материала в конференции, для использования тех предложений, которые были высказаны в ходе конференции, именно инновационные подходы в строительстве, новые технологии, новые материалы. Сегодня в Рязанском политехе уделяется большое внимание связи ВУЗа с промышленными предприятиями города. Открыто уже несколько профильных кафедр. Хочется сказать, чтобы именно технический институт больше внимания уделял связи студентов непосредственно со строителями, со строительной индустрией. Очень мне понравился доклад директора института, который сказал, что организовывается кафедра непосредственно на производстве, потому что осуществляется непосредственно связь обучения и с производством. В рамках конференции состоялось открытие профильной кафедры промышленное и гражданское строительство на базе ЖБИ-3. На кафедре студенты освоят рабочие профессии, пройдут производственную практику. Я думаю, что это будет очень полезно и для вас, и в будущем я желаю вам, чтобы эти знания, которые вы получите в учебе, практические знания, которые вы здесь увидите в нас, чтобы они вам пригодились, и было это вашим капиталом, который вы потом будете получать доведен. Когда знаешь производство, когда знаешь, что, значит, чем ты должен руководить, и как это дело делается, значит, вы сами понимаете, значит, это большое, большое дело. Любая курсовая работа, любое, значит, потом, значит, это само, так сказать, управление коллективом и так далее, возможно, только тогда, когда ты будешь знать о змеи вот этого производства. Теоретические занятия на профильной кафедре будут проводить преподаватели вуза. Практику – специалисты ЖБИ, многие из которых – выпускники Политехнического института. На этом все. Завтра подведем итоги этой недели. А пока – хорошего продолжения дня. Субтитры создавал DimaTorzok